Вот это вот второй случай. Я говорил о сверхраннем абрикосе, нет не абрикосе, самый первый снимок это была слива этюд, причем она сейчас зеленая, а она выделилась. Ей надо заниматься для чего? Вывести новое направление, новый пенотип, уже слив этюд ранних. А вот здесь вот, тут получилось следующим образом, смотрите, 22-й год, так, это уже поздновато, уже в конце июня, в конце июня соседнее дерево с этим, а я умудрился не сфотографировать, в конце июня на нем уже были плоды, ну провородил я в этом году, опять было плодоношение, опять за воротами, то есть за пределами забора, это улица, вот, и получилось следующее, даже до 24-го года, 17-го июля, это родновато, вот, это сеянцевый бай, вот он взял, вы знаете, какая-то денция, но ее, ну не справишься от нас с Авиничем, это все науки надо сейчас слушать и вникать и заниматься этим делом, почему? Сейчас поймете почему, это я приехал 30 назад от Чернобаева, вот почему, ну ладно, 22-й год, сейчас 24-й, опять эти четыре дерева плоды, что за деревья? Почему их мы назвали сверхрани, а нужны нам сверхрани? Он у меня достает веточки бая, прививает, получает прекрасное дерево, прекрасные плоды, вот, косточки взял, посадил за забором, и что вы думаете, места не хватает же, мы же это, кто там даст землю в Сибири? То вот, миллионы гектаров зарастают лесом, а землю до сады не дождится, вот он выкрутился, он посадил за забором, и так, четыре дерева из косточки, три оказались как баи, ну чуть-чуть меньше, ну 40-50 грамм было, а четвертый самый ранний, ранний сверхраний, оказался где-то 20-25 грамм, но зато аж в июне, это 20-40 год, так, косточек, и этих абрикосов в сумме оказалось, что он с ними только не делал, потом взмолился, Константинович приезжает, косточки нужны, я так отдам, и вот они, а знаете, что здесь написано, он говорит, поймешь, что поймешь, за забором, что же не понять-то, за забором, вот и сколько тут, сотни, две, три, нужны ли нам сверхранние плоды, сверхранние деревья, которые рано просыпаются, рано плодоносат, рано зацветают, я считаю, да, вот, у меня были память исключительная, вспомнена всегда, а не помню, так уже все забыл, 22-го апреля, сверхранняя весна, теплый март, и 22-го апреля, бак, зацвели абрикосы, как мороз ударил, так они и как цвели, так они и все это, чисто пустой год был, год сам не помню, что 22-го я запомнил, потому что день рождения Владимира Влеча, вот, как тут не запомнить, а второй случай был, все несколько лет, 9-го мая, то есть 20 дней спустя, поняли, 20 дней спустя, вот 9-го мая, как вот, давил мороз, а там было наоборот, холодная-холодная весна, наконец зацвело 9-го мая, и мороз опять убил, и опять я без абрикосов, ну, я всегда говорю, я как бы немножко загущаю краски, манжорист каждый год плодоносил, больше-меньше, ну, так вот, а манжорист, и часть сыновей плодоносил, если не каждый год, то это, то почти каждый год, а здесь получилось что, еще раз, зачем нам сверхранние нужны, с такими сверхранними характеристиками нужны абрикосы, да и не только абрикосы, да наоборот, понимаете, он успел свести, он успел завязать плоды, и когда он завяжет плоды, вот, поздние заброски ему уже не страшны, по крайней мере, в такой степени, и вот результат, пожалуйста, в 20-м году тоже заброски были, итак, вы поняли, это одно из направлений, а я говорю о уме дружу Елену Александровичу, сегодня у нас будет очень мало просмотров, очень мало людей, именно из-за того, что так случилось, вот, что у нас проблемы с Ютубом, и, возможно, навсегда, но пока держимся, я надеюсь, что вы будете рассылать эти ссылки, получив, имея такую возможность, будете рассылать по знакомым, вы понимаете, что происходит? Все, что я говорю, это на пользу науки, само собой, только ей почему-то это не интересно, и на пользу простым людям, так, но, почему нас так мало? Миллионы садоводов, отчаянных, таких, как сказать, настолько вдохновленных иметь сады, кормить детей, внуков, они все равно не слышали обо мне вообще никто, если только случайные отголоски, да вот уже, да пошел он эту железу, этим кончается сейчас разговор, вот, вспомните конфликт с этими, с выпускницами Тиберяшки, даже надо так ненавидеть, сами ничего не умеют, людей учат по книгам, а то, что книги шли с юга, пришли на север, вот, в том времени все считалось установлено навсегда, обрезка на концу и только на концу, вот, штамп, как это дерево без штампа, не знаю, что у дерева привитого, веточка берется с боковой, нет, не так, фрагмент, две-три почки берется с боковой ветки, какая к черту штамп, внедряется в подвой, дальше в несколько моей хитрости, помните, обязательно, закон сопрочтения, почек как можно ниже подвой, как можно ниже прямой, вот, приводит к волшебству, ну, нету штампа, нету, ну, нету его, нету, ни одного миллиметра штампа нету, не предусмотрена генетика, ну, там ниже я вам покажу, а, а, это самое, что купил сосед, сразу это вздрогните, что ему продали на рынке, а, во-во-во-во, ну, как, крупнее сделаю, нужны комментарии, нет, вот, посадил-то вот вместе с моими одновременно, да, вот, а вы видите, ой, а где же быть-то, фотогалерея, документы, сейчас я, а, у меня как раз здесь, 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 у меня класка еще не перебил, сейчас покажу, одновременно садили, сейчас покажу, тут много учебных, и что-то только нет, сейчас, 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 а, нет, это груша, ну, все равно, груша, яблони, это, очень одно и то же, сейчас я покажу, насколько низко, фактически, штампов у меня отсутствует, ну, вот, допустим, здесь, смотрите, видите, комментарии нужны, вот это по железному, именно по железному, я не говорю, что я один делаю без этих, без штампов, что растет там, где считать нужно, вверх, то, вверху-то, выше метра, там ни одного яблочка нету, но есть там вот одно, вот одно, ну, где, вот, а вот нет, вот человеку надо было, он, он мой сосед, он, это, ни разу не задал ни одного вопроса, вот, он пошел на рынок, ну, представляете, сколько веток было отрезано, а вот, видите, дверечки сбоку, справа, они пытаются восстановиться, видели, а теперь смотрите, вот здесь вот было бы, в том времени, ну, ведра 2-3, я же вот эту фотографию, даже не случайно показываю, вы же помните мой принцип, нет, помните, каждый год показываю, вот эту яблоню, каждый год яблоки стелятся, по на земле, тут не видно, они на земле лежат слева, так, год в год посажены, вот, и я почему должен долбить, 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 а мне будут говорить, железо, проходимец, это что такое, одно яблоко вырастло, а долго оно проживет здесь, представляете, что творится, на моей яблоне, нету тли, тену там делось-то, на моей яблоне, нету тли, на его яблоне, Елена Александровна подтверждает, на его яблоне, все, вот они, концы тля, дальше растение будет, тля, 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 почему, изуродовал, так, так вот, я видел, я вам показывал, в каком-то, это, 24-й год, то ли в прошлом, то ли позапрошлом году, когда она была совсем маленькая, это не он уродовал, это ему такую продали, откуда такая, это не происходит ко мне, я ничего понять не могу, не понимаю, ладно, сейчас мы сделаем ее, поменьше размером, вот так вот, и пойдем дальше, ну что, имею я право говорить, что это совершенно неправильно, что все питомники, большая часть, эти мерязевские питомники, продают вот с такими штамбами, я показывал уже десятки раз, этот ужас, 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 вот это все изуродовано, изувечено, а выбраковка, ну, меняем тему, вот, опять я ругаюсь, брат, ну что я могу сделать, ну а как по-другому говорить, по головке гладить эти, меня не жалеть, я жалеть не буду, значит, эта выбраковка, беспощадно, вот это все уничтожается, у меня на кухне сейчас еще свежее, выбраковывается, фотографии не успел сделать, тут проблемы были с компьютером, и городовой фронт был, нервом отал, вот это все выбрасывает, все, что всплыло, значит, не так, ой, халпуре, фронт, Продолжение следует...